А потом трогать разговаривать на шире украинский море. Я не против это. Говорит, я осознанный. А тут же он говорит, на этом мясо резали. Всем привет, мои дорогие друзья. Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале. Гениально все очень просто. Энергии Индиго, которые дают нам счастье, любовь и мудрость. Сегодня я с вами хотел поговорить на тему осознанность. Для чего она нужна в нашей жизни? И что это такое? Осознанность это не сидеть в храме, молиться. Это подводящие упражнения к осознанности. Человек обычный, он живет в осознанности. Это не кратковременная молитва или медитация. Или объяснение всем окружающим мире, что на самом деле ничего не существует. Это иллюзия. На самом деле мира нет. Мир есть. И вы в нем находитесь. Это информация для тех, кто себя уже считает осознанным. Если вы думаете, что человек, когда пришел к осознанности, все, игра закончена, или просветлел, я вас могу обрадовать. Нет. Это не финальная стадия. Это всего лишь маленькое достижение в жизни, которое необходимо каждому человеку. Осознанность — это когда человек пребывает в гармонии с Творцом каждый день. и принимает все, что сотворил Творец. И у него не возникает вопросов никаких. Тем более осуждений кого-либо, или чего-либо. Человек осознанный. Никого не толкает к этому. Кому надо, сам придет. Но эта информация для тех людей, которые думают, что осознанность — это сидеть в медитации, уехать на Бали, на Сейшелы, или еще куда-либо. Или на Самуа. Там классно, конечно. Но это не является пиком. Люди, которые уехали туда, и там рассказывают друг другу сказки, это не пик. Это просто такое временное времяпровождение в кругу одномыслящих людей. Настоящая работа осознанного человека — это в жизни и с неосознанными людьми. Это работа. Сидеть в кругу понимающих друг друга людей — это хорошо. Но вы сюда пришли для того, чтобы сидеть в кругу единомышленников. Каждая душа сюда пришла, как воин, который может эту энергию распространять и воплощать в жизнь. Не только в кругу, где все сидят и согласны с тобой. Да, это все. Ну, конечно, мы с тобой согласны. Дуся, ты не понимаешь. А, ну ничего, к тебе придет. Думай. Или вообще не думай. Вот не думай, и ты все будет. На самом деле все просто. Вот так оно. Оно и есть все просто. Но цель всей игры — это не просветлеть. Цель игры — играть. Играть, да. Играть, объяснять людям, как к этому можно прийти. И не надо объяснять людям, что ничего нет. На самом деле это иллюзия, тебе это не понимаешь. Я в Нирване, я сюда пришел. Не надо это третьеклассникам рассказывать. Да и сам человек, который такое рассказывает, в большей степени еще зеленый. Как я. Зеленчан. Гордыняшка, хочется уже сказать, я святой, я зеленый. Сейчас буду учить вас там энергии, все, кундалини развел. Что вы несете? Ну хорошо, ну Нирвана, ну Любовь. Ну и что? Ты пришел в физическое тело, чтобы у тебя бросилось это чувство? Для этого можно было сюда не приходить. Можно было бы и не рождаться. И ты был бы в этом самочувствии. Если люди пришли сюда и берут ответственность на себя, людям объяснять, что такое просветление, начинайте все с себя. Пойдите, уберите в лесу там и никому не скажите. Как делали старцы? Никому не рассказывали. То, что они делают. А у нас не успел шагнуть и уже сразу собирает молодежь, чайок и там кому как правильно жить, а я там я бизнесмен, сейчас у меня ничего нету, все эти сказки. И это та же самая ловушка. Это та же самая приманка. Та же самая рыбалка. И тоже осознанный человек попался на эту, на крючок своего эго. Мани величия, что я знаю. Осознанный человек должен трудиться. осознанно и быть примером для окружающих его людей. Это наилучший способ, чтобы люди изменялись. быть физическим примером. Сидеть в кучках и рассказывать друг другу, что ничего не существует, это очень глупо. Потому что и так ничего не существует. Зачем тогда вы рассказываете все? Но если вы это понимаете, зачем вы, вы что, пытаетесь друг друга убедить, что ничего не существует? Если человек понял, что ничего не существует, ему уже нет смысла это другим людям рассказывать. Вы что, не понимаете, что вы тоже находитесь в ловушке своей осознанности? Рветесь к просветлению. Работайте, как просветленный. Войны света трудятся все и к этому призывают всех других людей. Они сидят, хваляя друг друга, кто какой хороший, кто какую жизнь прожил. Ой, а я столько прошла. О, а у меня были бизнесы, я уже наився от всего отказался. А я, у меня ничего не было. А я то-то, то-то. Продолжайте работать. Если вы такой хороший специалист, продолжайте эту работу. Собирайте людей, пусть они учатся у вас. Обнимаю всех. Целую. Девушкам, всем привет. Мужкам. Вы лучше. Вы очень удивитесь. Не меньше прыгать. Иди учи. Не ученый. Это будет пыль в глаза. И мы можем с левой стороны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok